Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем разбирать вот эти вот пустые баночки. А точнее поговорим о продуктах, которые уже закончились. Давно я не снимала подобное видео, мне кажется я уже думать и говорить изучилась. И да, пустышек тоже накопилось довольно много, поэтому не будем терять время и давайте приступим. По традиции предлагаю начать с продуктов для волос. Почему-то на весну мне хочется все чаще мыть голову. Конечно же моими любимцами для прям экстра скрипучего очищения волос остаются шампуни от Head & Shoulders. А это одна из моих любимых серий с лимоном для жирных волос. Или вот такая вот мужская Sport Fresh, чистая из-за запаха, просто офигенная. Кстати, я во блоге говорила, что я себе затонировала волосы, мне пришлось как-то бороться с первой сединой. Так вот, мне мастер сказал, что Head & Shoulders вымывает тонирующее средство с волос за три раза. И это правда, потому что мне покрасили цвет с активным рыжим пигментом. Мне это, честно скажу, не понравилось и мне пришлось размывать цвет. И вот эти штуки мне очень даже помогли. Уже на второе применение я избавилась от излишней желтизны или рыжины. И еще один более бюджетный аналог таких жестких шампуней, это продукт от Fructis. Их новая линейка без силиконов и парабенов. Называется она заряд свежести. Вот действительно дает ощущение чистых, вымытых волос, именно у корней. К нему я брала вот такой вот бальзам для волос, баланс увлажнения. Для волос жирных у корней и сухих на кончиках. Я правда не знаю, кто наносит бальзам на корни. Ну если говорить о кончиках, действительно очень нежный, такой питательный бальзамчик, который быстро смывается. Такой вот экспресс ухаживающее средство, то что нужно на летнее весеннее время. И закончился у меня вот такой вот более профессиональный бальзам для волос от фирмы Матрикс. Если вы помните, я о нем говорила в покупках. Это линейка Биолаш, та которая с отвратительным запахом химозной мяты. Наконец-то он закончился, очень рада. И вот честно, если закрыть себе нос, разницу между этими бальзамами очень сложно заметить. Но разница в цене очень даже видимая. В 3-4 раза. Следующий продукт, который наконец-то войдет в мусорник, где в общем-то и мое место. Это вот такая вот маска от Клескур, которая для длинных, секущихся волос. Вот знаете, когда покупаешь не очень хороший продукт для ухода за волосами, за кожей и так далее, ты все время пытаешься его как-то оправдать. Дать ему второй шанс, попробовать применить немножко в другой области или на другом участке кожи. То же самое было и с этой маской. Я ее пробовала использовать и после мытья, и до мытья наносить, и как-то более дозировать количество. Но вот нет, она вообще не работает. Волосы только остаются ужасно липкими, что прям расческа там застарет, и вы не можете до конца ее до кончиков провести. Продуктой осталось еще половину. У меня уже закончились идеи, как можно его эффективно применить. Поэтому я поберегу свои нервы и все-таки выброшу его. И сейчас мы очень плавненько перейдем к следующему продукту. Это молочко для очищения кожи лица от Ивроше. Очень давно его покупала, наверное, года 4 назад. Уже с первого применения я поняла, что это средство мне не подходит. Но мне так было жалко его выбрасывать, потому что на то время оно стоило довольно дорого. Поэтому я решила использовать его для очищения кистей. И я так обрадовалась, что нашла ему применение. То сразу же побежала в ванную. Но все дело в том, что кисти он очищает точно так же, как и кожу лица. То есть никак. Поэтому почти целенькое молочко, но скорее всего уже просроченное, у меня идет в мусорник. Забыла вам показать еще один продукт для волос, который мне очень даже понравился. Это лак для волос Исана от торговой марки Росман. Он у нас продается, по-моему, в Космо, то ли в Бацинте. Я взяла вот такой вот пропичек, и он мне очень-очень понравился. Лак абсолютно не склеивает волосы. Вот локоны остаются очень подвижными, воздушными. Они не склеены, они не липкие. Они не выглядят искусственно, и так, как будто на вас парик. Он очень приятно пахнет и легко сходит с волос после первого расчесывания. Обязательно возьму его полноразмерочку. Переходим к уходу за кожей. У меня в руках две пустых баночки. Первая от мицеллярной воды L'Oreal, которая мне очень понравилась. Она хорошо смывает косметику, даже водостойкую тушь. И маленький лайфхак от меня. Если хотите очень быстро снять тушь, просто умойтесь теплой водой, а потом уже с помощью ватных дисков снимайте остатки туши. Так она немножко размягчится под действием температуры и сойдет намного быстрее. То есть тереть уже не нужно будет. Наконец-то закончилось у меня вот такое вот молочко для тела от DAF, которое с маслом манго и марулы. Хорошее средство, здесь ничего не скажешь, но запах настолько надоел, что, честно, не было сил его дальше использовать. Я, конечно же, его добила. И в руках у меня появляется пустая баночка от крема Herbal Care, который с ромашкой от моей любимой польской фирмы Formona. Обожаю эту линейку кремов. Использовала как раз его зимой, по-моему, в день варь-февраль, где-то так. Очень успокаивающе. Я обожаю наносить его после душа, когда кожа очень распаренная, красная, видно каждый прыщик. Вот это средство ее моментально успокаивает. Она становится нормального вида. При этом крем быстро впитывается. Он не липкий и кожа при этом выглядит ухоженной и такой даже немножко матовой. Единственное, у меня почему-то напрягает запах ромашки. Не знаю почему. Вот прям доскребла до самых бортиков. Смотрите, аж чистенькая. Уже моя традиция показывает в пустых баночках гель для интимной гигиены. Вы знаете, что я использую не только по назначению, но и для ежедневного умывания. Это продукт от компании Интимумед. И все-таки это не гель, а ухаживающее молочко. Оно прям очень нежное и практически не пенится. Подходит для самой чувствительной кожи. Но если у вас стойкий тональный по типу люминезис и крем, он с ним не справится. Там сначала нужна мицеллярка, а потом уже шлифануть молочком. Закончился у меня вот такой вот крем для рук от English Home. Потом, если помните, сеть магазинов, где продаются всякие классные штучки для дома. Я там подолгу зависала, я там халат покупала, кастрюли. И вообще мне оттуда очень сложно выгнать или выковырять, я не знаю. Я стараюсь даже в ту сторону не смотреть, чтобы лишний раз деньги на мне тратить. Так вот, подарила мне этот крем моя сестра еще на Новый год, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Я только сейчас его закончила. Очень приятно пахнет розами. И вообще за счет размера его удобно носить с собой в сумочке. И напоследок хотела бы вам показать пару своих лаков. Вы знаете, что я маньяк френча. Единственные цвета лаков, которые я покупаю, это белые и прозрачные. Так вот, как по мне, самые лучшие прозрачные лаки у Essence. Это далеко не первые и не последние мои баночки. Я обожаю этот лак. Очень быстро высыхает, ложится как будто эмаль. Здесь идеальная кисточка, такая полукруглая лопатка. Очень сильно продлевает стойкость любого маникюра, лака обычного и так далее. Люблю и обожаю, при этом стоят сущие копейки. Но, к сожалению, белые лаки у них очень не очень. Конечно, для френча полукруглая кисточка не подходит. Ну, как бы здесь и с формулой промах, потому что лак полосит. Его нужно наносить в 2 или в 3 слоя. В общем, фу-фу-фу, не берите никогда. И если найдете вот такие вот маленькие лаки от Jardin у себя, гель-колор они называются. Вот у них белые самые лучшие. Они классные по консистенции. Быстро высыхают. В один слой идеально все перекрывают. И стоят, по-моему, у гривен 6 от силы. На этом все. Вот такие вот у меня были пустые баночки на этот раз. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Может, вы пользовались чем-то с вот это вот всего разнообразие. Оставьте обязательно свое мнение. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Огромное вам спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока!